Это самое офигенное место в этой квартире! Я так зарос! Это не дело! Ура! Главным быть круто! Хотя... Хотя, знаете, лучше я оставлю бороду. Это клубничный сок. Всем привет! Это мой новый влог. Очень многим интересно, каково жить в 18 лет на первом курсе в своей лично съемной квартире. Да, это так. Чуть более трех месяцев назад я переехал в эту супер-мега-нано-ультра-офигенную классную квартиру. И знаете что? Сейчас я проведу для вас... Проведу хата-обзор и расскажу, почему нужно именно снимать квартиру, а не жить в общаге, когда вы уезжаете куда-то учиться. Без лишних слов... Без лишних слов... Погнали! И каким-то непонятным шкафом... Если честно, это максимально непонятный шкаф, потому что здесь... Абсолютно все. Ну и, конечно, коврик для обуви и скейтборд. Самое офигенное в этой квартире находится за этой дверью. Дамы и господа, я представляю вам... В ванную! Это самое офигенное место в этой квартире! И по факту оно мое любимое. Здесь есть обитель моих носков, обитель моих... Ладно. Ну и место, чтобы помыться. И еще одно место, чтобы помыться или искупаться. Я все время покупаю туалетную бумагу 12 рулонами. Когда ты покупаешь такие огромные пачки, ты понимаешь, что она у тебя никогда не закончится, и это офигенно! Почему это место является моим любимым? Сейчас расскажу. До того, как переехать в эту квартиру, мы жили в общагах. В общагах старого типа. Там два туалета на этаж, там две кухни на этаж, и один долбанный душ на всю общагу. Это полнейшая срань! Бывало такое, что ты приходишь в туалет, садишься делать свои дела, и за вот такой вот тоненькой стеночкой кто-то делает то же самое. Как справа, так и слева. Это называется сидим-пердим. Потом ты спускаешься в душ и видишь, что все душевые кабинки заняты. Ну или они не заняты, и есть свободная душевая кабинка напротив душевой кабинки, которая занята. И вы два мужика стоите, и как бы... Поэтому я старался подбирать время, когда никто не моется. При этом душевые закрывались после 9 часов. А я люблю мыться перед сном, или наоборот, рано утром. Теперь же я сам с собой сижу в туалете, я сам с собой моюсь. И самое крутое, я могу принять ванну с этой офигенной комнатой покончено. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа, это кухня. Это то, где мы варим, парим, жарим, ну и просто готовим, пьем чаек и иногда работаем, потому что здесь есть стол. Кухня намного больше, чем прихожая, и здесь есть где разгуляться, погулять, походить. Здесь есть классный диван, на котором мы любим посидеть, попить чаек. Здесь есть классный стол, за которым мы любим посидеть, попить чаек. Кстати, зацените эту офигенную скатерть. Я, правда, понятия не имею, почему она не выпрямляется. Ей просто наплевать. На столе всегда есть нож и немного изюма. Или орешков. Покерный набор. Мы иногда играем в покер. Микроволновочка максимально дешевая. Старинная плита времен Второй мировой. Пару табуреток для того, чтобы поставить камеру. Холодильник. Я не покажу, что внутри холодильника, там очень крутые предметы. Ну и самая обычная кухонная мебель. Тут должен быть еще вроде шкафы, но их кто-то спиздил. Походу, прошлые жильцы их просто забрали. Как вы здесь оказались? Ну-ка, вылазьте. На холодильнике у нас всегда бардак. Я не знаю, почему это нормально. Кстати, зацените этих ребят, они классные. Своя кухня это снова лучше, чем кухня в общаге. Потому что на тебя никто не смотрит. Ну и все в принципе. Ты делаешь абсолютно что хочешь, ты достаешь из холодильника свои продукты. Кстати, свой холодильник у тебя в паре шагов. У тебя в паре шагов шкаф со всеми принадлежностями и плита, которую ты используешь как захочешь. И сколько комфорок тебе нужно. Здесь не бывает такого, что все комфорки заняты. И ты думаешь, бля, да наконец ты можешь просто врубить свою любимую музыку, которая может кому-то не понравиться и делать здесь все, что захочешь. Все, здесь больше делать нехер. А спонсор данного видео я. Заходи по ссылке на я. Подписывайся на я. Смотри фото и видео у я. Кстати, сториз очень часто у я. Ссылка в описании. Проходим пару шагов и попадаем туда, где... Ну, короче, сами смотрите. Начну с кровати. На самом деле это диван. Но нам лень его все время заправлять и расправлять. И вообще мы просто невероятные любители полежать. Теперь самое интересное. Вот этот вот шкаф. Хотя я использую его как стол. Потому что как такового рабочего стола у меня нет. И это немного в будущем. А работать на кухонном столе я ненавижу. Потому что, ну, потому что ненавижу. Поэтому я использую вот это место под телевизор как свое рабочее место. Да. Кстати, зацените мой стул. Это четыре баклахи. Его небольшая проблема только в том, что он немного шумный. Здесь мой мега супер обычный компуктер. Кучу всего в одной куче. Еще немного кучи всего. Еще немного кучи всего. Ну и ящики со всякими учебными принадлежностями. В скором времени я куплю два нормальных стола и два нормальных стула и шкаф. И все это мы поставим сюда. Скорее всего. Также в этой комнате есть вот такой вот обычный шкаф-гардероб. С носками и трусами. Ну и со всем остальным. Ага. Рубашечки. Футболочки, шортики. У-у-у. Классная достопримечательность является этот балкон. Ну вот этот. Вы его видели, если смотрели мои видео. Здесь, значит, наше дерево. Мой немного покореженный софтбокс. Какая-то дичь. Короче, здесь всего понемногу. Это то же самое, как тот шкаф в прихожей, где лежит все сразу. И немного денег. Кстати, вот еще один софтбокс. Он работает намного лучше, чем мой. Извините. Не работает мой. Кстати, если ты еще не смотрел, то посмотри мой прошлый блок. В котором мы делали вот этот софтбокс. Изобретение этой доски, это было просто что-то с чем-то. На самом деле, это обычное стекло. За которым приклеен на скотч кусок бумаги. После всего того, что вы посмотрели, я хочу сделать небольшой вывод. Вы обязательно должны делать все, чтобы снимать квартиру. Ибо у жизни в общаге намного больше минусов, чем плюсов. Единственный плюс жизни в общаге, это ее максимально маленькая стоимость. Хотя на самом деле, этот плюс перетекает в огромный минус. Потому что, когда вы живете в своей собственной квартире, у вас появляется намного больше мотивации самореализоваться и заработать больше денег. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!